Что такое сексуальность? Если сама себя не хочешь, то никто тебя не хочет. Курсы дыхания маткой. Вагина фитнес. Счастье женщины в труде. То, что называется принятие собственной тени. Мне нельзя быть сексуальной, но я буду заниматься сексом. Аппетит придет во время еды. Александр, вы извините, пожалуйста, я когда волнуюсь, я всегда ем. Давайте, Александр, поговорим о сексуальности. Что такое сексуальность в женщине? Что такое сексуальность в мужчине? Чем отличается? Сексуальность и женщины, и мужчины, она является неким внешним атрибутом, но косвенно внешним. То есть, я бы сказал, что сексуальность это все-таки внутреннее состояние человека. Есть и мужчины, и женщины, которые могут одеться якобы сексуально, накрасть и так далее. Но это выглядит на самом деле как жалкое подобие. Нет, это не то. Например, у меня после тренингов, после процессов, девчонки, женщины выходят. При этом, кстати, не имеет значения, сколько лет женщине. И там и 20, и 50, и 60 выходят. И просто мужики челюсть валят на тротуары и начинают подарками и цветами задаривать. А при этом она не поменяла в себе, внешне, ничего. Платье то же самое, сумочка то же самое, туфли. Те же самые, но внутреннее состояние женщины поменялось. Все. Меняется все. Она становится цветущей. Она становится манкой, привлекательной. Вот это как раз та самая проявляется сексуальность. Что это за состояние? Если мы попробуем его максимально предметно, не метафорически, а наоборот, даже где-то нарочито, предменчиво описать. Вот было состояние условно, не нравилось себе в зеркале, а теперь 10 раз сказал, я красавица, красавица, и вот теперь нравлюсь себе в зеркале. Так это не работает, даже если ты скажешь 10 раз в зеркало, я красавица, красавица, то скорее всего ты встречаешься с сопротивлением. А вот если ты пойдешь в процесс определенный, и ты, да, если ты не нравишься себе в зеркале, ты войдешь как раз-таки туда. А почему ты не нравишься? А кому внутри себя ты не нравишься? То есть это то, что называется принятие собственной тени, теневых, да, если брать юнгианскую терминологию, вот, теневых качеств личности, стыд, страх, гнев, злость. Если женщина туда идет и с этим совсем разбирается, это все прорабатывает, это все принимает в себе, это все открывает в себе, то это переворачивается в противоположность. То есть она становится свободной, она становится легкой, приятной в общении, раскованной, по ней видно, то есть ее тело, оно было вот такое деревянное зажатое, после этого оно стало плавно двигаться. Да, она, если раньше она там к зеркалу подходила, искала прыщи, то оттуда она к зеркалу подходит и она любуется своим телом. Если сама себя не хочет, то никто тебя не хочет. То есть если раньше женщина подходила и с отвращением смотрела там на свой живот, то тут она после, например, после двухдневного тренинга, она подходит к зеркалу и смотрит на свой живот и любуется им, и возбуждается от одного только вида. А при этом не поменялось ничего физически, то же самое всё. Ну вот внутреннее состояние у неё поменялось, и окружающие люди на это реагируют. То есть они сами не понимают, почему на это реагируют. Бывало даже такое, там рассказывали девчонки, мужчина покупает цветы, несёт их кому-то и видит... На полпути разворачивается. На полпути, то есть на полпути он купил цветы, выходит, он купил их там кому-то, там своей, может быть, женщине или там матери, кому-то купил, выходит, идёт мимо вот наша девушка, да, там после процессов. И он дарит ей эти цветы, говорит, вот я просто не могу это, я не знаю почему, но я хочу это сделать, просто дарит и всё. Каково ядро этой магии? Это всё-таки такая абсолютно тотальная любовь к себе и тотальное, безусловное принятие себя? Я бы не стал называть это любовью. Потому что любовь это то чувство, которое сейчас опошлено. Которое сейчас, в котором смыслы такие наверчины, что там чёрт ногу сломит. Потому что женщина говорит, я себя люблю, и начинает себя просто гнобить, ругать. Почему? Потому что её когда-то ругали родители. И женщина там встречает мужчину, да, и начинает его ругать постоянно. Почему? Потому что когда-то она видела, что мама постоянно ругала папу. Она говорит, я же его люблю. А раз я его люблю, то это что означает? Я делаю всё то, к чему меня учили. То есть, что я считаю за процесс любви. Но так ли это? Действительно это любовь? Вот тут вот большой вопрос. И к себе она также начинает относиться. Есть такое понятие, это согласие, это раз. Принятие, это два. И благодарность, это три. И эти понятия очень простые. То есть, мы понимаем, что такое благодарность. Здесь нет двояких толкований. Мы понимаем, что такое согласие. Да, я соглашаюсь с тем, что это есть. Вот это просто есть, и это просто вот оно данность, капитан очевидность. И дальше приятие. Приятие – это я позволяю не только этому быть, а ещё и мне это приятно, то, что это есть. Вот. И вот эти три понятия, если мы внутри себя культивируем и взращиваем, то и любить нам становится намного проще. И как раз раскрывается та самая сексуальность. Да, и раскрывается та самая сексуальность. Раскрытие вот этой пресловутой сексуальности – это, на мой взгляд, очень популярный запрос среди женщин 35+. Причём у меня лично такое ощущение, что когда им было 18+, эта сексуальность была вполне себе раскрыта. Никто не думал, там, 20 лет назад, как мне раскрыть свою сексуальность. Просто веселились, влюблялись, получали огромное удовольствие от всех процессов. Это связано с трендами эпохи, это связано с биологическими или химическими процессами в организме. Как так происходит, что сексуальность в какой-то момент закрывается, и потом всеми правдами, неправдами мы пытаемся её заново раскрыть. Это связано с так называемой психологической травматикой. То есть, наша система имеет свойство накапливать, накапливать разного рода эпизоды нашей жизненной истории. Когда мы живём, мы проживаем разного рода ситуации, и в этих ситуациях мы сжимаемся, мышцы наши реагируют, нервная система реагирует. Это фиксируется в нашей нервной системе, это фиксируется в психике. И когда нам 18, условно говоря, мы сжались 3 раза, условно, конечно же. А когда нам 30, мы уже сжимались 30 раз. И уже психика такая, ну а зачем же сжиматься? Можно продолжать остаться в сжатом состоянии. Это болевые ощущения, и это неприятные ощущения. Какой там секс, когда всё тело болит? О чём? Когда всё напряжено, когда мы находимся в стрессе. То есть, если эти стрессовые ситуации не разблокировать, не работать с ними, то они накапливаются, и через какое-то время мы уже обнаруживаем у себя посредине нашей комнаты кучу говна, не знаем, откуда она взялась. Есть ли какая-то базовая практика по разблокировке стресса? Вот такая первая скорая помощь, которую человек может сам себе оказать, чтобы дойти до какого-либо тренинга? Способ снятия стресса, да, вот, если прям вот накопилось, чувствуется, накопилось. Это достаточно просто, и можно сделать, в общем-то... Ну, конечно, нужна обстановка, то есть, там, место, где это можно сделать. То есть, надо проораться, протрястись, пропрыгаться. То есть, можно включить музыку громкую, какую-нибудь такую трэшовую, такую прям вот заводную, да, и прям вот, чтобы всё тело протряслось, проораться прям, а-а-а-а, разного рода вот эти самые, гримасничать и высовывать язык, выпучивать глаза, трясти руками, трясти ногами, прыгать прямо вот, стучать ногами, махать руками. И здесь очень важно, чтобы всё тело было включено. Не вот так вот там, там, еле-еле, да, то есть, если просто орать, тело не включено. Если просто тело включить, но не давать звуку выходить, то, по сути, мы делаем возгонку энергии, пробуждаем, но вот как в скороварке клапан придавливаем. То есть, там взорвёт просто потом неожиданно. А здесь очень важно, чтобы было и то, и другое. То есть, и физика включена, и психика включена, вот этот орк-рик. И там прям можно там, если отвлекают какие-то визуалы, да, там, повязку на глаза, и вот просто погнали. То есть, где-то 5-10 минут, и потом просто опасть, вот прям, можно тишину или какую-нибудь релакс-музыку, просто упасть, лечь, и ещё 5 минут вот такой релакс полежать. Буквально 10-15 минут, хотя бы раз в неделю, и вы уже почувствуете вообще совершенно другую историю. Вот это такое простое, простая штука. А если мы говорим про такую прикладную тоже практику некую по принятию себя, своего тела, своего живота и прочих каких-то историй, с которыми мы не могли согласиться, которые мы не могли принять, которые мы не могли отблагодарить, что сделать тоже, если экстренно и как-то очень просто? Экстренно и очень просто – это раздеться до гола, подойти к зеркалу в рост, посмотреть на себя и понаблюдать за дыханием. То есть обычно, когда стресс, когда отсутствие принятия, у человека дыхание становится более поверхностным, это раз, во-вторых, сжимается челюсть, то есть вот злость, гнев, всё вот это вот раздражение, сжатая челюсть. Открыть челюсть и сделать серию глубоких вдохов-выдохов именно ртом. Не фу, как это делают много женщин, начинают вот это вот дуть, да, или там пыхтеть, сопеть носом, нет, именно открытый рот, глубокое вот такое дыхание и смотрим на свою проблемную а-ля проблемную зону, там, например, тот же там живот, бёдра, грудь, там что-то там ещё, руки, плечи, волосы. Вот, смотрим на это и там, возможно, пойдёт гнев, злость. Как это проживать, вы уже знаете. Замкнутый круг. Круг замкнулся. Прожили эту гнев, зло, пора ли, пора ли, опять к зеркалу подходим. Критерий, да, опять смотрим, дышим, вот, смотрим. Нормально, нормально всё достаточно. Если опять поднимается гнев, злость, непринятие, опять, значит, включаем музыку, орём, кричим, трясёмся, гневами, стопами, ногами, руками проживаем эту всю историю. И вот так вот пока не будет такого, что я смотрю на отражение в зеркале, и эта зона больше не кажется мне проблемной. То есть, да, она просто есть. Это вот как раз то самое согласие. Согласие с тем, что, ну, это есть, это просто, ну, данность, она такая, она создана богом, можно сказать, да, жизнью, миром, вселенной и просто данностью. Сейчас тоже достаточно в изобилии присутствуют различные курсы, дыхание маткой, катание там шариков, какой-то вагинофитнес и прочие дивные забавы. А как вы считаете, Александр, ну, непосредственная работа со своей женской физиологией, если она женская, помогает раскрыть женскую сексуальность? Помогает. Или это разного рода? Помогает, если. То есть, это опять-таки если. Дьявол кроется в мелочах, да? Если женщина это делает с радостью и с удовольствием. То есть, вот простой пример, простой пример. Если женщина занимается вумбилдингом, но при этом она это делает с сжатой челюстью, с хмурыми бровями, с противозачаточной мордой лица, то в результате мышцы вумбилдинга, мышцы влагалища и так далее, и пропромежности записывается в выражении ее лица. То есть, возникает нейронная связь, значит, вот это вот все, что там внутри происходит, это серьезная работа, вот, никакого удовольствия. Тяжкий труд. Тяжкий труд. Счастье женщины в труде. Да-да-да-да-да, вот. И как результат, женщина же ходит с удовольствием, легкость, оргазмов и так далее. Вот, и как результат, через какое-то время она тренирует, конечно же, мышцы, мышцы у нее, конечно же, там, становятся крепкими и так далее, и так далее. Классно думает она, начинает заниматься сексом, находит в себе мужика, мужик с ней начинает заниматься сексом, и, естественно, у нее на лице что возникает? Счастье женщины в труде. Счастье женщины в труде. И она начинает во время секса трудиться. Ну, просто этот рефлекс возникает. Вот, и она потом удивляется, в смысле, я столько трудилась, столько страдала, а удовольствия не получила. И таких женщин тоже приходит очень немало, на самом деле. И я даже так скажу, да, у некоторых женщин приходят, там, все, я на себе поставила крест, я не могу получить оргазма. Я скажу так, если у женщины есть нервная система, если у нее остались мышцы, если у нее остались... то она может получить оргазмические ощущения и состояние. Единственное противопоказание женщины к оргазму – это смерть женщины. Единственное состояние, в котором женщина не может получить оргазм – это если у нее тело умерло. Все. Если оно тело живое, при этом неважно, сколько лет, ко мне приходили и 70-летние, вообще не имеет значения, сколько вам лет. Даже приходили те, у которых вырезана половая система. Пофиг. Если нервная система рабочая, если тело есть, если ты еще живая, все восстанавливается. Все вообще прекрасно. Какова основная причина того, что женщины не получают оргазм? Страх. Дело в том, что один из самых сильных страхов человека – это страх сойти с ума. Так как это страх неконтролируемого состояния этого оргазма? Да, да, да. Ведь люди почему кончают жизнь самоубийством? Потому что они оказываются в ситуации, в которой они, если они будут продолжить, они будут в патовой ситуации. То есть, сойти с ума. То есть, произойдет что-то, что не вкладывается в понятие человека о жизни. Что выходит за рамки этих понятий. Вот. И тогда человек выбирает смерть. То есть, другими словами, люди умереть не так боятся, как сойти с ума. Максимальный оргазм – это абсолютное сумасшествие. И для современных женщин сойти с ума – это страшнее, чем смерть. И женщина лучше будет убивать себя алкоголем, наркотиками, чем угодно, работой, стрессом. Но не пойдет в терапию, не пойдет в психологию, не пойдет в практики, не пойдет в свой секс, потому что там она сойдет с ума. А это страшнее смерти. А встречается ли у мужчин такой недуг? Ну, у мужчин все проще. У мужчин эякуляция и оргазм, они ходят рядышком. Конечно, это не одно и то же. Это не одно и то же, на самом деле, но рядышком. Поэтому мужикам проще с этим. Но встречается. Но реже, намного реже. Я бы так сказал. То, что мужчин называют оргазмом, то, что женщин называют оргазмом, это одно и то же, но не является одним и тем же. Потому как мужской оргазм – это сброс напряжения вниз. Женский оргазм – это подъем энергии вверх. Но многие женщины, привыкая к литеральной разрядке, получают оргазм по мужскому типу. Сброс напряжения вниз. Слив воды в унитазе просто. И женщины это называют оргазмом. Хотя на самом деле это всего лишь сброс напряжения. Разрядка. То есть, все-таки делится женский оргазм на клитеральный и вагинальный? Не совсем так. Я бы не стал делить здесь по физиологическому принципу. Я бы здесь поделил эти состояния ощущения по энергетическому принципу. То есть, по тому, как реагирует тело. То есть, по телу волна сокращений, движения вот этой волны энергии идет вниз, либо вверх. При клитеральной разрядке волна энергии идет вниз. Освобождение идет вверх. Такой слив идет. А вот если женщина научается принимать эту энергию, то есть, не сопротивляться ей, принимать эту энергию, распределять внутри себя, поднимать ее. Потом длить ее, пролонгировать ее, вновь ее создавать, поддерживать ее, эту волну, этой энергии. И открываться ей еще больше, и больше, и больше, и больше, переводить ее из, так сказать, амплитудных волн в высокочастотные волны. Чему вот как раз я учу на практиках. То качество оргазмических состояний увеличивается. Вы описали, это примерно так процесс минут на 25 в моем понимании. Обычный оргазм, да, вот это как раз-таки минутку-две. Тот процесс, который я описал, это еще не все. То есть, это как раз-таки полчаса может длиться, час может длиться, два часа может длиться. А есть еще сверхвысокочастотные состояния оргазмические. Это когда эти состояния длятся день, два, три и так далее. И женщина в них может жить. И вот тогда она становится... Вот это жизнь, девочки. Да, да, тогда она становится могиней. Там просто потрясающее ощущение. Но там ответственность возрастает. Вот в чем дело. Там женщина уже не слиняет от такой штуки, как сбросить ответственность. Ну, это опять-таки, если метафорично, например, берем вот скорость автомобиля. Если автомобиль едет с низкой скоростью, да, можно же что там, вот едете вы километров 20 в час, то можно там руль туда-сюда вот так болтать, да. Можно там как-то по сторонам посмотреть. Даже если свернешь куда-то не туда, ничего страшного, вывернешь. То есть, если и врежешься даже во что-то, небольшая вмятинка будет, правильно? А вот если едешь со скоростью 200 километров в час, там чуть-чуть движение руля и огромный, там просто идет машина в разнос. Там чуть-чуть отвлеклись и все. Если чуть-чуть чего-то задели бортом или там врезались кого-то, там не выживешь. Так и здесь, так и здесь. Эти сверхвысокочастотные состояния оргазмические, они увеличивают ответственность. То есть, если на скорость, на низкой скорости женщина подумала, передумала, придумала, что-то почувствовала. Где-то через два дня, через неделю, а может и через месяц это случилось, она это не связала. То сверхвысокочастотных состояниях подумала, через полчаса произошло. Мгновенный отклик от пространства, от жизни. А это ответственность, и к этому тоже надо быть готовым. Так ли это, что это не определяется физиологией и не определяется генетикой, что по идее к этому состоянию может прийти каждая женщина? Абсолютно. При желании. Живая женщина. Абсолютно. Абсолютно. Любой комплекции, любого возраста. Абсолютно. И как будто бы даже партнер здесь, он, конечно, важен, но от него это состояние не зависит. Не нужен. Да, это так. Это распространенная фраза женщины после практикума. Это «А зачем мне мужчина?» Александр, если опять вернемся к нашему обожаемому Фрейду и уважаемому, который говорил, что единственное отклонение от нормы – это отсутствие секса. Если секса не хочется, стоит ли идти в секс с надеждой, что аппетит придет во время еды? Нет, не стоит. Не стоит. Здесь, конечно, стоит обратиться к психотерапевту или пойти на практики какие-то и понаблюдать за собой. То есть, почему не хочется. Но здесь еще стоит задать себе вопрос. А как я чувствую себя, когда мне не хочется секса? То есть, другими словами, если мне не есть чем заняться, да, был у меня случай, там, приходит ко мне женщина, да, ей там 35 лет, вот. А она там, вот, мне не хочется секса. Что со мной не так? Там мои сверстницы во все дырки напропалую, а я не хочу. И я начинаю с ней разбираться. А у нее, оказывается, детство и юность были очень бурными. То есть, она там позволяла себе все и даже больше. То есть, она в юности наэкспериментировалась так, что во взрослом состоянии она успокоилась. Она дошла до этого. Но она смотрит на своих подруг, которые в юности себе все запрещали, которым было нельзя. И, конечно же, им по 30-35 они дорвались до сладкого. И она, смотря на них, со мной что-то не так. И вот она пришла ко мне, да, и мы с ней это все дело раскрыли. У нее все так. Если мужчина охладел и не хочет более жарких соитий, значит ли это, что он меня разлюбил? Или это говорит нам о чем-то другом? Это говорит о чем-то другом. К любви это не имеет никакого отношения. Потому что любовь это все-таки дела сердечные. А секс это физиологический процесс и такой более гормональный, более такой половой, да. К любви секс к любви не имеет на самом деле никакого отношения. Это плохая новость. Это хорошая новость, я бы так сказал. Точнее новость нейтральная, да. А вот уже как мы к этому отнесемся. Ну, ведь бывает секс без любви? Бывает, правильно? Ну, это такой очень физиологичный процесс. Ну, опять-таки, да. Между мужчиной и женщиной без секса. Как это, что это вообще такое? Как это возможно? А почему невозможно, что ли? Очень много есть примеров любви. Может ли мужчина и женщина любить без секса? Могут, но хотелось бы с ним. Да, хотелось бы. Сейчас мы говорим о других моментах. Может ли быть секс без любви? Может, правильно? Вполне. Может ли быть любовь без секса? Может. То есть секс и любовь, это не связаны друг с другом вещи. Но мы связываем эти вещи. И прекрасно, когда они связаны. Но не очень нехорошо, когда они зависимы. То есть я не могу любить, если у нас не будет секса. Я не могу заниматься сексом, если у меня не будет любви. То есть это зависимость, а не связанность. А связанность, это когда я хочу любить, я хочу заниматься сексом. У меня есть взаимосвязь чувств и секса. И я выбираю заниматься сексом с тем, кого люблю. И я выбираю любить тех, с кем занимаюсь сексом. То есть это сознательная связующая такая история. Ещё немного вопросов от наших зрителей. Анна Беллан из Анадыри интересуется. Я совсем не чувствую себя сексуальной, хотя секс у меня есть и достаточно регулярный. Что делать? Есть причины того, что ты не чувствуешь себя сексуальной. То есть где-то внутри тебя, тебе чувствовать себя сексуальной запрещено. И скорее всего то, что у тебя достаточно много секса, это как раз таки подростковый, как бунт. Мне нельзя быть сексуальной, но я буду заниматься сексом. Во что бы то ни стало и вопреки вам. Поэтому это больше такая, конечно, психическая история. Нужно сходить в какие-то практики. То есть это либо психотерапия, либо может быть расстановочная система, либо практические какие-то моменты, либо опять-таки на тренинг. Вытащить вот ту первопричину, а что? Либо просто вот прям писать, а что внутри тебя, кто внутри тебя запрещает тебе быть сексуальной? Чувствовать себя сексуальной. То есть кто когда-то в детстве тебе показал, что сексуальной быть это плохо? Вот если ты ответишь на эти вопросы, то скорее всего ты разрешишь себе вот этой сексуальности проявляться. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok